В основу спектакля легла повесть всемирно известной писательницы Астрид Лингрен. Знаменитая шведка с самого детства была окружена фольклором. Много читала и слушала истории, скорее напоминающих мифы и легенды. А потому совсем не удивителен тот факт, что в произведениях автора очень много сказочных и волшебных составляющих, которые между тем помогают еще лучше и достовернее отобразить серьезные вопросы и проблемы, возникающие у людей. Это очень хорошая подростковая литература, со своими проблемами насущными, со своими вопросами, ответами на них для тинейджеров. Потому как при выборе по просьбе Александра Александровича Козака здесь стоял акцент на том, чтобы был спектакль для тинейджеров. Не сказка для детей, а именно для тех, кто вступает уже в серьезную взрослую жизнь. Ронни, юную дочь разбойника, играет Ольга Климук. Несмотря на солидный стаж и немалое количество главных ролей, актриса признается, что очень волнуется перед премьерой и надеется, что постановка придется по душе как театральным критикам, так и просто любителям качественного сценического действия. Я думаю, что этот спектакль будет пользоваться спросом, потому что, во-первых, это будет зрелищно. Дмитрий Анатольевич все для этого сделал. У нас такие декорации, у нас такой свет. Это будет зрелищно, музыкально. И я думаю, проблемы, которые поднимаются в этом спектакле, они будут актуальны очень и для подростков, и для всех тех, которые придут к нам на спектакль. И даже мамам, и папам будет тоже интересно. Я уверена в этом. Верит в успех своего детища и режиссер-постановщик Дмитрий Нуянзин. Несмотря на то, что большую часть своей творческой жизни Дмитрий Анатольевич посвятил театру кукол, он признается, что и на площадках драматического чувствует себя, что называется, на своем месте. Его постановки с успехом идут не только в Беларуси, но и за ее пределами. Однако подготовка каждой премьеры, несмотря на опыт, все равно дело волнительное, энергозатратное и кропотливое. Так как свести воедино свет, звук, декорации, каждую актерскую эмоцию и реплику, чтобы получилось цельное захватывающее действие, задача точно не из легких. Работа шла очень долго, потому как создавать материал на сцене, да и в кино тоже, в стиле легенды фэнтези, это очень сложно. Поэтому почти год театр работал только над материальной частью для того, чтобы это все сделать. И вот мы уже в два этапа репетируем и пытаемся это все на сцене оживить. Увидеть собственными глазами результат труда всего творческого коллектива театра можно будет уже в воскресенье. Примерный показ спектакля «Рони и Бирк» состоится 25 января в 12 часов дня.